Дружок Все в Библии найдешь Раскроешь и тебя не оторвешь Этой книги правды нет И старый млад найдет ответ И льется на нас прямо с небес Великой истории Божественный свет Ноев Ковчег Давным-давно На земле было много-много людей И все делали, что хотели Не обращая внимания Друг на друга Они любили только себя И им дела не было до других Вот я и говорю Эй, отдай мою дыню Я же нее же платил Бог очень расстроился Потому что все забыли его заповеди Все, кроме Ноя И его семьи Которые много работали И в душе они чтили все Божьи заветы Хватит, дети, на сегодня Доделаем завтра Ну, отец, мы почти закончили Еще несколько минут Богу известно, как вы много работаете, Иофет Но Бог еще хочет, чтобы у нас сохранились силы Для выполнения его заветов Ты снова прав, отец Ты должно быть Самый мудрый человек на свете Я? Нет Самый счастливый, это я согласен Но не самый мудрый, нет Ну, хватит разговоров Нужно торопиться Кажется, сегодня мама готовит нам жаркое И мне бы не хотелось, чтобы оно остыло У Ноя с семьей была трудная жизнь Но они очень любили друг друга И еду делили поровну Но и никогда не забывал, что все в мире дело рук Божьих Благодарю тебя, Господи, за все, что ты дал мне и моей семье Спасибо за силы, для тяжелой работы И за поля для хорошего урожая И за пищу на нашем столе Аминь Аминь Что это? Похоже, у нас гости Вы, должно быть, голодны Дорогая, принеси мне немного жаркого со стола Мне кажется, нашим друзьям нужно перекусить Всем и состания Божьи О, пожалуйста, кушайте на здоровье Нет ничего лучше хорошего ужина, правда? Ты хороший человек, Ной Еще? Как-то вечером после ужина Все пожелали Ною спокойной ночи и пошли спать Но Ной не лег спать Его вдруг охватило какое-то предчувствие Ах, ты совсем сонная, дорогая Почему ты не ложишься? А ты идешь? Скоро приду Я еще не устал Пойду, выйду Погляжу на звезды Ной вышел из дома Сам не зная, почему Он испытывал чувства Которые не мог объяснить Он не знал, что это Бог ведет его О, что это такое? Ной О, Господи, это ты? Да, Ной Пожалуйста, послушай меня Я должен тебе сказать что-то важное Ной Люди не любят друг друга, как это следует делать Поэтому я решил смыть всех с земли потопом И начать все сначала Это ужасная новость Не бойся, Ной Я говорю тебе это потому, что ты единственный человек Который очтит меня в душе своей Я выбрал тебя и твою семью для того, чтобы помочь мне начать все снова Послушай внимательно Я хочу, чтобы ты построил ковчег, Ной Как много работы Я должен послать моих мальчиков на помощь Проснитесь Мне нужна ваша помощь в важном деле Да я говорю серьезно Ковчег Большой ковчег Ну ладно, смейтесь Сами убедитесь Это боле вполне подойдет Большой ковчег Большой ковчег Построй его из свежего смолистого дерева 450 футов в длину 75 футов в ширину И 45 футов в высоту Большой ковчег и просмолив все щели. А внутри построй верхнюю, среднюю и нижнюю палубы. Привет, отец! Под верхней палубой сделай отверстие вокруг всего ковчега. И последнее. Сделай сбоку большую дверь, чтобы в нее прошли самые крупные животные земли. Потом возьми с собой в ковчег по паре каждого животного на земле. Слон? Свинья? Это же зебра. Ной с семьей упорно трудились. Отец, мы закончили! Ура! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Мы поработали хорошо. Где этот сумасшедший, который говорит, что наступит потоп? Хе-хе-хе! Дайте мне с ним потолковать! Мой отец не сумасшедший! Только идиот может построить такой корабль посереди поля, а! Хе-хе-хе-хе! Сейчас мы его осмотрим! Ох! Ох! Ты действительно безумец, старик! И любой, кто сделает такое! Тебе бы следовало послушать, что я говорю! Бог поведал мне, что надвигается ужасный потоп! Еще так много работы и так мало времени! Отец! Их надо предупредить, Сим! Предупредить о чем? Что потопа никогда не будет? Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ладно, пошли отсюда! Оставим в покое этого старого чудака! Так-так, спасибо за помощь! Похоже, мы нашли друзей и, кажется, у нас есть первые пассажиры! Если б я мог придумать, как собрать остальных животных со всей земли! Тихо! Успокойтесь! Вы же видите, что он думает! Отец! Посмотри туда! Свершилось чудо! Свершилось чудо! И это действительно было чудо! И его совершил Бог! Он привел к ковчегу по паре каждого животного, и вели они себя мирно! Даже львы лежали вместе с ягнятами! Тигры! Хорошо! Антилопы гну! Хе-хе-хе-хе! Зебры! О-хо! Хе-хе-хе-хе! Бог всех нас защитит! Ну вот, теперь все в сборе! Что нам теперь делать, отец? Ждать дождя, сын! Похоже, ждать его осталось недолго, отец! Смотри! Неожиданно стали собираться тучи! Подул холодный ветер! Ной, пришло время забрать твою семью и всех животных на ковчег. Скоро начнется дождь. Пошли! Деньги! 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 Все зашли! Все в порядке! Готово! Я закрою. А-а-а! Не беспокойся, моя дорогая Бог защитит нас всех И на землю хлынули потоки дождя Даже самые высокие горы исчезли под водой Кроме животных и людей в ковчеге На земле не осталось никого Во время своего долгого плавания Ной и его семья подружились со всеми животными Сурки прячутся Обезьяны карабкаются Кролики скачут по всему ковчегу Я чувствую, что с такой командой Скучать не придется Гиены смеются над жирафом За его длинную шею и тонкие ноги А жабы соревнуются с кенгуру Устроив скачки по палубе Ной и его плавучий зоопарк Плывите по океану Мы все От слонов до крошечных муравьев Друзья В этом плавучем зоопарке Совы ухают Коровы мычат Даже собаки подвывают Только шимпанзе поют Не Влад Нашу счастливую песенку Ной и его плавучий зоопарк Плывите по океану. Мы все от слонов до крошечных муравьев друзья в этом плавучем зоопарке. И все это время Ной ждал, когда же закончится дождь. Но он все лил и лил. Казалось, что дождь никогда не закончится. Он лил месяц и еще неделю. А потом, спустя сорок дней и сорок ночей, дождь прекратился. Ной был так взволнован, что призвал к себе всю семью. Я позвал вас сюда, чтобы сообщить приятную новость. Дождь, наконец, прекратился. Что? Вот это сюрприз. Мне просто не верится, когда мы выйдем. Если все будет в порядке, земля покажется... Примерно через шесть месяцев, если все будет в порядке. Все были разочарованы словами Ноя. Хотя они любили друг друга, но ковчег им порядком надоел. Они терпеливо ждали. Так прошло много месяцев. Примерно через шесть месяцев. Ну, что там? Что ты видишь? Что ты видишь? То, что обычно. Только вода. Мы до конца жизни не сойдем с этого ковчега. Как мы вообще узнаем, где земля? Как мы узнаем, что приближаемся к земле? Это безнадежно. Что это за разговоры? Разве не вы помогли мне построить ковчег? Разве Бог не хранил нас все это время? Отец прав. Но, может быть, нам самим попробовать найти сушу? Ной задумался. И, наконец, его осенило. Он взял одного из воронов, поднес его к окну и выпустил. Он полагал, что если ворон найдет землю, он принесет что-нибудь с собой. Но, когда ворон вернулся, он не принес ничего. Тогда Ной решил выпустить голубя. Удачи тебе! Но голубь так же ничего не принес. Ах! Однако, Ной знал, что Бог не оставил их. Он еще подождал немного и выпустил голубку. На этот раз голубка вернулась с оливковой ветвью в клюве. Отец, это означает, что мы рядом с сушей. Да, сын мой. Если веришь в Бога, Он тебя спасет. И защитит от всех. И действительно, вскоре ковчег добрался до вершины высокой горы. Когда пришло время выходить, Бог снова заговорил с Ноем. Ной, теперь ты можешь выходить с семьей, со всеми животными. Земля высохла, выходите. Рожайте много детей и рассказывайте им обо мне. А для того, чтобы вы знали, что я больше никогда не пошлю потопа, я оставлю вам радугу на небе, которая будет появляться после дождя. Она будет напоминать вам о моем обещании. Ной со своей семьей поблагодарил Бога за все, что он для них сделал. Потом у сыновей Ноя было много хороших и сильных детей, которые очень любили Бога. Моя первая Библия ПЕСНЯ 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 От земли настало время, чтобы что-то произошло. Да будет свет. И на земле стал свет. Я назову свет днем, а тьму ночью. И так была тьма, а потом стал свет. Таков был самый первый день мира. Так Бог начал создавать мир. Далее нужно было создать небо над миром и наполнить небо облаками. Таков был второй день мира. На третий день Бог отделил воду от суши. И разместил Бог на земле то, что должно на ней быть. Скалы и горы, зеленые долины, суровые пустыни и уютные пляжи. Большие и маленькие острова, океаны и моря, реки и озера. Но в третий день еще многое должно было появиться, потому что Бог еще не закончил. Пришло время создать все растения. Бог создал высокие деревья и низкие кустарники, виноградники и папоротники, листья и цветы. Бог создал цветы разной величины, цвета, формы и аромата. И все травы, и цветы, и деревья, приносящие плоды, были созданы в третий день. На четвертый день Бог создал яркое светило на небе, названное солнцем, чтобы оно сияло днем, а серебряное светило назвал луной, чтобы она давала немного света ночью. И в дополнение Бог создал мириады мерцающих звезд, украшающих ночь. На пятый день Бог сотворил разные существа, чтобы они жили в этом прекрасном мире. Бог создал птиц. Потом еще немного птиц. И потом еще. А в реках и океанах, в морях и озерах Бог поселил рыб. Кроме рыб, в океанах появилось множество удивительных существ. Таков был итог пятого дня. Но Богу все еще предстояло много дел. На шестой день настало время создать остальных животных. Нужно было создать еще так много животных. Больших и маленьких. Были животные в крапинку и с рогами. Субтитры создавал DimaTorzok Каждое, созданное Богом существо, было прекрасным. И в этот шестой день Бог сделал кое-что еще очень важное. Бог создал первого человека. И назвал этого человека Адамом. А затем Бог вдохнул в Адама жизнь. Где это я? Добро пожаловать в мир Адам. А ты кто? Я Бог. Оглянись вокруг. Все растения земли и все их плоды я отдаю тебе. И ты отныне обладаешь властью над всеми животными. Все это твое, чтобы пользоваться, беречь и защищать. Садись, садись, пожалуйста. Бог посмотрел на все и остался доволен. И на седьмой день Бог отдыхал. Это очень хорошо. Бог хотел, чтобы Адам жил в самом чудесном месте, какое только может быть. Поэтому Бог насадил красивый сад, чтобы в нем жил Адам. Он назывался Эденом, райским садом. Через сад протекала широкая река, а потом она делилась на четыре большие реки. Все животные, обитавшие в саду, дружили с Адамом. О, извините меня. Первым делом Адама стало дать имена всем животным. Бог поручил мне трудную работу. Я взялся за нее с большой охотой. Я отложил свои дела, трудиться буду, как пчела. Я ум свой напрягу и думаю, смогу животных, в общем, правильно назвать. Ты длинна шея с заплатами на шкуре. Легко дотянешься до верхушки самого высокого дерева. Назвал бы я тебя тянучкой, но придется тебе быть жирафом. В джунглях должен царствовать тот, кто свирепо ревет. О, назвал бы я тебя царственным именем Рев. Хотя, может быть, лев подойдет больше. То, чем машут, я назову крыльями. А тех, кто машет, я назову птицами. Вот это будет малиновка. Это чудо с перьями страусом. И попугаем будет тот, кто повторяет мои слова. Твой панцирь тебя хорошо защищает, но делает медлительной. Ты как будто таскаешь на себе свою тюрьму. Я бы назвал тебя узником, но согласен, это не очень удачное название. Отныне ты и твои родственники пусть называются черепахами. Так, так лучше. Всех, кто плавает, я назову рыбами и кита, и улитку, и краба. Эта желтая будет золотой рыбкой, а головастик это тот, кто станет потом лягушкой. Ты прыгаешь, едва касаясь земли, бегаешь так быстро, что за тобой не уследишь. Я бы назвал тебя скакуном. Что, не нравится? Ну, ладно, так и быть. Назову тебя кроликом. Не прошло и дня, а я уже дал имена всем животным, каких увидел. И осталось их всего каких-нибудь полмиллиона. похоже, что у тебя есть близкий друг. Я бы тоже хотел иметь друга. А он... Ах! Нужно было дать имена многим животным. Адам очень устал, пытаясь решить, как назвать каждого. когда Бог взглянул на Адама, спящего в саду, Адам выглядел очень одиноким. И Бог решил, что Адаму нужен спутник, кто-то, кто будет рядом. Бог решил, что пришло время сотворить еще одно существо. Так Бог создал женщину. Ого! Здравствуй! Здравствуйте! То есть... Привет! Здра... Здрасте! Где я нахожусь? Это сад Бога. Райский сад. Здесь приятно. Сама увидишь. Это мои друзья. Это обезьяна, а это собака, а это... А я тебя еще не назвал, да? Господи! Ведь тебе тоже нужно дать имя. Как тебе Ева? О! Превосходно! Ева! Мне нравится. И мне нравится это место. Мне тоже. Понимаешь, Бог создал этот сад для меня, то есть для нас, чтобы мы здесь жили. Здесь можешь есть все, что захочешь. И... Не совсем. Кто это был? Это был Бог. О! Тот, кто создал нас. Во всем саду есть одно дерево, плоды которого вы не можете есть. Какое? Это дерево познания добра и зла. Вы можете есть все, что угодно в саду, но не можете есть плоды с этого дерева. хорошо. Древо познания добра и зла несъедобно. Совершенно несъедобно. Правильно. Все остальное в этом саду нормально, но только не это дерево. Это дерево исключение. Верно. Тихо дерево древо напишем. Тихо дерево наниме горе дерево наниме армии деревь Yea деревья деревь деревья попали крем СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И так счастливо жили Адам и Ева в райском саду, пока однажды... Жизнь в саду так хороша, Птички поют, я иду не спеша. Ля-ля-ри-ри-ри-ри... Здравствуйте. О, ты испугал меня. Здравствуй. Как тебя назвали? Меня назвали Змей. Приятно познакомиться. И мне приятно познакомиться. Чудесный денёк. Очень хороший день. Симпатичное дерево, правда? Симпатичное. Чудесный плод. Мне, пожалуй, пора. Не пора. Мы ведь только познакомились. Ты же не хочешь меня обидеть, правда? Нет. Хорошо. Потому что я хочу, чтобы вы были друзьями. Как я уже говорил, чудесный плод, не так ли? Можешь сама попробовать. Что попробовать? Ты знаешь, о чём я говорю? Плод с этого дерева. Ты можешь съесть его. Плод этого дерева? Нет, я не могу его съесть. Конечно же можешь. Это просто. Он такой вкусный. Нам не разрешается его есть? Так сказал Бог. Бог сказал, что у нас будут неприятности, если мы съедим этот плод. Нет. У вас не будет неприятностей. Бог просто не хочет, чтобы вы съели плод этого дерева. Потому что если вы съедите его, то станете умными, как Бог. В чём дело? Ты трусиха. Я не трусиха. Тогда почему бы не попробовать? Только один маленький кусочек. Бог даже не заметит. А этот плод, говорю тебе, потрясающий. Нет, нет, нет. Я правда не могу. Я никому не расскажу. Попробуй. Ну, если я не умру и стану умной, может, только маленький кусочек. Даже и не откушу, а просто лизну. Разве это уж так дурно? Неплохо. Я должна рассказать об этом Адаму. Адам, ты не догадаешься, что сейчас произошло? Что? Видишь плод. Какой плод? Ну, который не разрешалось есть. Ну, вижу. Ева, ты... Я ела. Как ты могла, Ева. Ощущения потрясающие. Я хочу, чтобы ты тоже попробовал. Тот змей просветил меня. Я лишь откусила маленький кусочек. Ну, Ева, мы же поплатимся, если съедим этот плод. Я же не поплатилась, видишь? Я думаю, нет. Откуси кусочек. Возможно, Бог даже и не смотрит. Ну, смелей. Не знаю, было вкусно, но неожиданно я почувствовал страх. Я просто ощущаю себя таким незащищенным, голым. Голым? Какой ужас! Я, правда, голый. Боже, я тоже голая. Фу, так получше. И о чём мы думали, когда ели? Думаю, что это идёт Бог. Думаю, что мы в беде. В большой беде. Я думаю, что мы сейчас поплакимся. Нам лучше спрятаться. Адам, Ева, что вы делаете? Мы прячемся. Почему? Мы не хотели, чтобы ты видел нас. Мы плохо поступили. Мы испугались. Откуда вы всё это узнали? Вы съели от древа познания добра и зла? Да, но это её вина. Она уговорила меня. Это не моя вина. Меня уговорил этот змей. Я огорчён. Вы не послушались меня. Мы сожалеем. Мы, правда, сожалеем. А я не волнуюсь. Что может со мной случиться? Ты, змей, будешь вечно подзывать на брюхи и глотать пыль. Ах, нет. Ты будешь бояться людей, и люди будут бояться тебя. Таково твоё наказание на все времена. А вы, Адам и Ева, поскольку я доверял вам, а вы ослушались меня, то должны покинуть сад. Жизнь вне сада станет трудной. Вы будете трудиться в поте лица своего, и ваши дети будут трудиться в поте лица своего. Вы узнаете, что значит страдать и испытывать боль. Вот одежда, которая согреет вас, когда вы покинете сад. А теперь идите. У входа в сад Бог поставил ангела с пылающим мечом, чтобы Адам и Ева никогда не могли вернуться. Но хотя Адам и Ева не послушались Бога, хотя им пришлось покинуть сад, Бог всё же любил их. Прости меня, Ева. Ты тоже прости меня, Адам. Думаю, теперь мы совсем одни. Ха-ха, не совсем. Так началась новая жизнь Адама и Евы за пределами сада. С тех пор в их жизни были радость и печаль, хорошее и плохое, и хотя они никогда не могли вернуться в сад, Бог не оставил Адама и Еву. Бог всегда следил за ними, куда бы они ни отправились. Вечно.